Это сложно представить, но совсем недавно профессии фронтенд-разработчика просто не существовало. А сегодня фронтендеры строят целые миры, в которых полчеловечества проводит полжизни и тратит ползарплаты. Но как складывались аксиомы фронтенд-разработки? Об этом смотрите на канале CSSR сериал об истории фронтенда. Вот так выглядел бы для вас веб, если бы вы впервые с ним познакомились в 93-м году. А что логично? Страдавние времена, прям как хакер, командная строка и никаких украшений. Скоро, уже совсем скоро, должен выстрелить браузер Mosaic, первый по-настоящему популярный графический браузер, благодаря которому о вебе узнают обычные люди и начнут с восторгом писать авторитетные издания. Тот самый, который на канале Discovery ошибочно назвали первый в мире графический браузер. И мы сейчас разберемся, почему это совсем не так. Уже к концу года число веб-сайтов начнет удваиваться каждые несколько месяцев. К 96-му году оно вырастет в 700 раз. Но пока что во всем мире есть не больше 130 веб-сайтов. И при этом 12 разных браузеров. По одному браузеру на каждые 10 сайтов. Что за абсурд! А главное, есть ли в этих браузерах что-то интересное в техническом плане? Ну, поинтереснее вот этой вот командной строки. Давайте отмотаем. Это первый в мире браузер под названием World Wide Web. И он неожиданно продвинуто выглядит. Неплохо для 90-го года. Графический интерфейс, окна, редактор стилей. Таким видел веб его создатель Тим Бернерс Ли. Он опубликовал эту программу одновременно с протоколом HTTP, языком HTML и форматом ссылки URI. В общем, первее не бывает. И это был не только первый браузер, но и первый редактор веб-сайтов. Очень удобно. Но была одна проблема. Этот чудесный браузер был заперт внутри дорогой редкой рабочей станции, Next. Ее создал Стив Джобс, разругавшись с Apple. Благодаря этому браузер Бернерс Ли и был таким модным. В систему Next уже была встроена мощная IDE NS Builder с готовыми модулями визуального редактора и менюшек. VZ-VIC. Но этих компьютеров Next почти ни у кого не было. Даже в Церни, где работал Бернерс Ли, их было всего два. То, что он оптимистично назвал всемирной паутиной, просто некому было видеть. Поэтому Тим Бернерс Ли и его соратник Роберт Кай Ю нашли в Церни студентку-практикантку Николу Пэллоу и попросили запилить простой текстовый браузер. Пэллоу вообще-то была математиком, а на языке C никогда не писала. Но за пару месяцев разобралась и запилила. В этом Line Mode браузер все красоты с Next пропадали зря. Он не поддерживал мышь, а чтобы открыть ссылку, надо было набрать ее номер в консоли. Зато он был полностью кроссплатформенным и запускался везде. Его даже можно было открыть по Телнету. Именно так людям и предлагалось первый раз войти в веб. Вот инструкция, как запустить веб. Первый шаг — подключиться и запустить браузер по Телнету. А дальше уже качай браузер по выбору. То есть хочешь войти в веб — сперва войди в веб. Именно таким его увидели первые пользователи, и в этой простоте была сила. Да, у них не было визуального редактора, как на Next. Но HTML был настолько простым, что можно было легко обходиться обычным текстовым редактором. По сути, это была радикально упрощенная версия языкоразметки SGML. Дернер Сли взял оттуда десяток тегов, уровни заголовков, списки, параграф и добавил к ним всего один, но самый главный — A для гиперссылок. Адептам SGML, которые годами усложняли этот язык, чтобы описать все документы на свете, HTML казался примитивщиной. Но именно он смог стать единой тканью веба, универсальным клеем для всемирной сети. Так, как отсюда выйти-то? Но строчный браузер был лишь временным компромиссом, и создателя веба он категорически не устраивал. Веб должен был быть визуальным. Чтобы решить эту проблему, сотрудник Церна Жан-Франсуа Гроф переложил основные компоненты первого браузера на язык C, сколотил Lib3W, готовую библиотеку для интерпретации онлайн-страниц, и выложил ее в сеть. А потом создал легендарную почтовую рассылку 3W Talk. И понеслось. Теперь чуть ли не каждый, кто открывал для себя веб, а это были в основном любопытные и умные программисты из научных центров и университетов, загорался идеей написать свой браузер с новыми свистелками и звенелками, или же портировать его под свою ось. А потом прийти и рассказать об этом в рассылке. Например, браузер Midas из лаборатории Стэнфордского линейного ускорителя. Тамошним физикам надо было правильно показывать и печатать формулы. И поэтому их браузер уже умел рендерить прямо в окне формат PostScript, тот самый, из которого потом вырастет PDF. Таблицы первые ввела Арена — экспериментальный браузер, который создал англичанин Дэйв Реггетт. Этот браузер первым внедрил HTML+, а позже стал официальным тестовым браузером консорциума W3C — организацией, которая вырабатывала единые стандарты для веба. Сам Реггетт стал одним из ее лидеров. Ну и нельзя не сказать, Тиму Бернарсу Ли ужасно нравилось, что в арене фончик песочком, а ссылочки как кнопочки. Первым браузером для Windows стал Челло, тоже сделанный чисто для себя, юристом для юристов. Ведь все они сидели на IBM PC. А вот всеми забытый браузер InternetWorks компанией BookLink первым реализовал вкладки. Вновь они появились только в 2000 году в опере. Появился и более мощный текстовый браузер — Lynx. Хорошая новость для тех, кто не мог запустить Windows. Он запускался даже на старых 86-х процессорах. Кстати, это самый старый из живущих браузеров. Упорные адепты командной строки до сих пор используют его из-под Линукса и гордятся этим. Но вот однажды в рассылке 3WTalk отметился очередной самоделкин — студент Калифорнийского университета в Беркли Пэй Юань Вэй. Как бы мимоходом он упомянул, что написал новый браузер всего за одну ночь. И пообещал, что скоро научатся вставлять в HTML-странички объекты с кодом, выполняемым прямо в браузере. Что-о-о-о? Так, спокойно, сейчас и до этого дойдем. Позже Тим Бернер Сли с восторгом отзывался об авторе нового браузера и называл его недооцененным. Он писал, что несколько лет Viola 3W был лучшим способом серфить в вебе. Именно увидев Viola, студент Марк Андриссен загорелся идеей заняться вебом и объявил, что сделает свой самый лучший браузер с установщиком и картинками. Выходит, что Вэй дал трамплин в будущее первому знаменитому браузеру в мире. Мозаик. Неплохо. Но как такое можно было сделать за одну ночь? Да очень просто. На самом деле, Вэй шел к этому несколько лет. А вело его увлечение старой программой для Макинтоша, разработанной аж в 1987 году. HyperCard. Вот это приложение HyperCard бесплатно прилагалось к каждому компьютеру Макинтош. По сути, простой конструктор баз данных. Но при этом каждая карточка могла вмещать в себя графику, тексты, интерактивные формы, кнопки, анимацию, а главное — ссылки на другие карточки в стопке. Все это великолепие управлялось объектно-ориентированным скриптовым языком HyperTalk с синтаксисом, максимально близким к натуральному языку. То же, что позже сделает язык Руби. HyperCard оказался настолько мощным инструментом, что Apple так и не поняла до конца, как его позиционировать. HyperCard? По сути, в нем уже было почти все, что мы воспринимаем как веб сегодня. Кроме одного. Карточки нельзя было вызвать по интернету. Да, таскали на дискетах или посылали почтой в конверте. Создатель программы Билл Аткинсон страшно жалел об этой ошибке, ведь HyperCard мог стать первым браузером. Но Билл не верил тогда в идею веба. А Пэй Юань Вэй верил. Он написал свой собственный скриптовый язык типа HyperTalk, свою графическую оболочку типа HyperCard под Unix, а потом скачал библиотеку Lib3W и за ночь сделал браузер. А по сути, добавил веб-компонент к уже работающему клону HyperCard на языке Viola. Все уже было готово, оставалось сложить все детали вместе. И они сложились. Во-первых, Viola3W первым умел запускать прямо на странице приложение Аплеты на объектно-ориентированном языке Viola. И это когда JavaScript еще даже не мерцал на горизонте. Вот, пожалуйста, отрисовка в векторной 3D-модели, встроенная рисовалка. Или раз — шахматы. Все эти Аплеты запускаются на стороне клиента в виртуальной машине Viola. Собственно, браузер — это просто приложение из тулкита Viola. Мало того, Аплеты можно было встраивать в сам интерфейс, то есть делать вот такие тулбары, причем с привязкой к разным сайтам. Но это еще не все. Браузер Вэя первым в истории поддерживал таблицы стилей. Собственного формата, но уже с вложенностью и возможностью вызывать внешний файл со стилями. При этом первую версию CSS опубликуют только через три года, а толком начнут внедрять и того позже. Наконец, Viola 3W первым реализовал нечто вроде фреймов. Одно из самых модных фич в 90-е. Он мог подгрузить HTML-файл по тегу прямо внутри другого HTML. Ну и еще он популяризовал такие мелочи, как закладки, историю посещений, привычные кнопки «Вперед-назад» и «Быстрый поиск». И что в итоге получилось? Next был прекрасен, но мало кому доступен. Строчный браузер был доступен всем, но не передавал вау-эффекта веба. А у HyperCard был полный вау-эффект, но он не мог связать людей в сеть. И в итоге все эти вещи соединил простой студент, которому не хватало денег на эпловский компьютер. Браузер Viola 3W — это своего рода анонс, предчувствие грандиозного видения, которое сбылось гораздо позже. Об этом говорил Роберт Кайю, соратник Тима Бернерс-Ли, когда у него брали интервью в конце 90-х. Также есть мозаик. Он был довольно дренной, но его легче было установить. А мы хотели реализовать гораздо более сложные вещи в браузерах. Вот вам пример, что порой лучшее решение задавливают. Или оно появляется гораздо позже. Потому что легкое решение, оно как вирус, растет быстрее всех. Можно улыбнуться максимализму основателей веба. А можно приглядеться и увидеть, что все их хотелки сбылись. В виде JavaScript, CSS и приложений в браузере. И в виде веба 2.0, который творили сами пользователи, о чем так долго нудил Бернерс-Ли. И даже в том, что веб так и остался бесплатным и открытым. Как говорил Стив Джобс, нельзя соединить точки, глядя вперед. Это можно сделать, только оглядываясь назад. А о том, во что эти точки складывались, мы поговорим в следующих сериях. Например, о том, как война браузеров стала войной со стандартами. И кто от этого пострадал. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Субтитры создавал DimaTorzok